всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы ответить на такой часто задаваемый вопрос как сделать саббас в моно в лоджике стандартными средствами то есть не используя какие-то специализированные плагины а такие есть от того же brain works есть прям специальный плагин который делает моно до определенной частоты но на самом деле все это можно сделать обычными средствами лоджик используя обычные инструменты я вам сейчас покажу два примера рабочих когда это бывает нужно это бывает нужно вот например когда у нас есть такой довольно жирный патч баса вот я здесь его сделал так выглядит выглядит настройки использовал ретросинт ретросинт у нас работает в режиме унисона и унисон в спре стерео спред 1 в ретросинте работает таким образом что у нас два голоса панорамированы жестко влево два голоса вправо и между ними есть еще дитюн небольшой это добавляет делает такой звук жирным плотным довольно объемным так это должно работать и давайте послушаем как это звучит но есть одна особенность то есть у нас весь спектр этого звука от самых низких частот до высоких прибывает в таком неком плавающем стерео потому что здесь четыре голоса они друг с другом в дитюне и чем это чревато чревато тем что у нас в моно то есть когда мы сложим этот звук в моно ну или например кто-нибудь слушать через какой телефон или еще какой-нибудь моно источник там может быть моно колонку эти низкие частоты они начнут как правило в зависимости причем еще от ноты то есть нас ноты меняют соответственно сап частоты у нас меняются давайте прям даже могу открыть час эквалайзер можно посмотреть даже здесь видно что у нас правый и левый сигнал это вот две кривые они как бы постоянно друг с другом как-то вот взаимодействует то есть они как-то меняются во времени удать пазу еще раз посмотрим то есть происходит вот такое некое биение частот и это чревато тем что при сложении в моно эти частоты скорее всего как-то либо по громкости пострадают либо ней но не из ничего там совсем до конца но они точно потеряют свою весомость и вес и такую массивность при сложении в моно или при прослушивании на каком-то не самом там профессиональном оборудовании поэтому до сих пор даже с вами то что мы все работаем стерео слушаем стерео все равно звукорежиссер должен помнить про моносовместимость особенно низких частот потому что это касается сабвуферов если в машине включить где есть хороший сабвуфер вот такие гуляющие саб частоты они повредят восприятию всего микса в целом потому что саб частоты несут очень большую энергию как вы знаете и вот эти гуляющие сабы они будут мешать воспроизводиться нормально ну скажем так движению не будет мешать движению воздуха от остальной акустики от остальных диффузоров динамиков из-за того что вот эти биения лишние они как бы будут фазу сбивать всего остального ну я не буду сейчас вдаваться в сложную физику работы звука работы молекул воздуха через которые доставляется звук до наших барабанных перепонок но суть в том что саб басы лучше держать в моно под контролем то есть ниже 100 герц все ну зайкам редкими исключениями но все-таки в 99 процент случаев лучше за этим следить чтобы все что у нас было ниже 100 герц плюс-минус было монофоническим то есть она вот прям вот было максимально фаза была стать между левым правом каналом стабильная ничего там друг друга как не вычитала и тогда у вас вы точно знаете что в клубе в машине там на какой-то большой там не знаю тамашнем кинотеатре у вас ваш бас ваш низ будет звучать стабильно он не будет прыгать что на одной ноте он гудит на другой ноте он исчез на следующей ноте на 5 появился плюс опять же мы сейчас слушаем только бас без аранжировки но есть там еще будет конь пэт и стабу чуканину естественно бас бочка kick drum да то все это превратится в неуправляемый хаос и за этим надо следить поэтому такие звуки синтезаторные желательно до определенной частоты как я уже сказал где-то до 100 герц держать под контролем то есть держать в моно как это сделать как я уже сказал есть специальные плагины там от brainworks которые позволяют ну давайте даже покажу он у меня есть control v2 здесь там есть крутилка такая так называется мономейкер то есть я могу сделать так что у меня да все что ниже 100 герц быть автоматически как бы собираться в моно специальными алгоритмами чтобы там ну никаких фазовых искажений не было то есть вот такая ручка но это не всегда наглядно работает не у всех есть доступ к этому плагину поэтому я решил показать как стандартными средствами logic можно то же самое сделать тут у меня вот открыт гониометр это специальный плагин от toneboosters кстати он бесплатно его можно скачать просто зарегистрировавшись очень такой информативный вот он здесь как раз показывает у нас как у нас распределяется панорама по спектру то есть у нас по вертикали идут частоты а здесь по горизонтали у нас соответственно левый канал правый канал и середина то есть когда у нас линия посередине у нас четкая моно то есть у нас и левый и правый канал и звучат абсолютно одинаково поэтому линия как бы у нас ровная прямая а если будут какие-то изменения между левый право то она начнет искривляться давайте послушаем вот этот наш звук еще раз и посмотрим как ведет себя вот эта линия то есть видно что от этой первой длинной ноте у меня вот самый конец чуть-чуть не начинает вправо смещаться саббаз то есть в какой-то момент они звучат одновременно а потом чуть-чуть вправо этот саббаз уходит и это как я уже сказал не очень хорошо потому что у вас дестабилизирует вот этот фундамент микса поэтому за чтобы за этим следить нам нужно сделать монофоническим вот эту составляющую частотную то есть ниже 100 герц доступ ко всем курсам школы logic про help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic про и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене как это сделать все довольно легко я вот поставил здесь уже линейно фазовый эквалайзер это такой один из один из методов я покажу еще 2 но вот этот метод он самый удобный потому что он не загромождает аранжировку не нужно создавать новые дорожки то есть все делается вот прямо в одном плагине я рекомендую именно линейно-фазовый эквалайзер то есть необычный эквалайзер напомню чтобы его включить достаточно зажать shift и докликнуть вот сюда на к на это окошко и кью то есть я зажал shift кликаю и меня загружается необычный эквалайзер а именно линейно-фазовый эквалайзер и все что мне нужно здесь это переключить его processing то есть его обработку со стерео на сайт он ли ты же такой сайт он ли сайт это ну submit сайт вы знаете мид это то что у нас звучит по середине а сайт это то что у нас звучит по краям либо говоря математическим языком мид это то что есть общее между левым и правым каналом а сайт это то какая разница есть между левом и правом канал то есть если на что-то отличается в левом канале относительно право ну либо у правом относительно левого это все попадает в сайт составляющую а все что у нас одинаково то есть то что он при нас по центру звучит монофоническая она у нас оказывается в мид канале так вот чтобы есть мы хотим чтобы у нас в мид канале остались эти саббасы а вот как раз из сайт составляющая не исчезли то все что нам нужно это перейти в режим сайт он ли вот здесь в околайзере включить фильтр поставим в жесткий режим 48 децибел на октаву и срежем где-нибудь вот как раз в районе 100 96 герц и у давайте посмотрим как у нас будет вести себя вот это вот кривая линия как видите уже вот самый самый фундамент у меня уже держится под контролем но конкретно касаемо этого звука можно даже чуть чуть выше поставить диапазон чтобы так у нас все таки фильтр не супер идеальный он чуть-чуть как бы с некой погрешностью работает поэтому вот можем следить как он себя ведет именно с этим звуком вот с помощью вот такого прибора ну и вот здесь по кривой мы тоже видим что у нас в мид составляющей остался бас а в сайт составляющего он уже ищет дать послушаем как было до вот особенно в наушниках слышно что саббас начинает гулять вот слева вправо это прям даже немножко странновато звучит если честно все таки когда у нас фундамент четко посередине и воспроизводится двумя наушниками или там левым правым каналом одновременно такой звук звучит гораздо более увесистая гораздо более стабильно а так это все таки бас инструмент в данном случае то он естественно будет работать в миксе гораздо лучше то есть вот такой незатейливый способ как сделать моно на определенном спектре частот вот с помощью стандартного эквалайзера который у нас есть в logic второй метод такой же примерно но только он чуть-чуть по-другому работает то есть мы сейчас я отключу этот эквалайзер мы делаем просто копию этой дорожки через команд клик то есть со всем контентом и ставим сейчас здесь уберу эквалайзер ставим еще раз эквалайзер и просто все срезаем до в режиме стерео до 100 герц дальше мы ставим плагин гейн который у нас будет превращать этот звук в монофонический моно вот так вот она оригинальной дорожке мы поставим еще раз новый плагин также в режиме стерео просто срезаем все что у нас ниже 100 герц то есть там у нас срезал все что выше 100 герц тут нас срезалось все что ниже можно даже такой некий crossfade сделать то чтобы они плюс-минус были она с таким захватом там все равно в точке среза у нас чуть-чуть частоты будут по громкости пересекаться поэтому такой кроссовер можно здесь некий сделать и таким образом у нас получается что вот это у нас становится бас там сап канал а это просто бас хай канал например и ну преимущество этого метода в том что мы можем всегда сап как-то отдельно обработать например мы можем на вот эту высокую составляющую повесить какой-нибудь ревер еще или там какие-нибудь эффекты дополнительные а на сап составляющим мы можем ничего не вешать прошлом она оставалась чистая там никак не перегружалась или и можем потом еще отдельно ее громкость регулировать то есть это такой второй метод который тоже в некоторых случаях бывает работает но он не такой удобный то что становится две дорожки за ними надо следить на понятно что их можно упаковать в общий track stack но все равно как бы иметь ввиду что если вам не нужно так заморачиваться отдельно с сап составляющей и с хай составляющей а просто лишь убедиться в том что у вас все что ниже 100 герц находится в моно то достаточно вот использовать первый метод который показал просто в мид сайт режиме загрузить эквалайзер и обрезать в сайт составляющей все что ниже 100 герц вот и все ну давайте послушаем как звучит вот этот метод как мы видим у нас здесь тоже сап частоты находятся прям в таком настоящем он и уже начинается 100 герц у нас начинаются какие-то изменения по соответственно панораме по левому между левым и правым канал вот такие два метода пишите в комментариях знали ли вы о них пользуетесь ли вы чем-то подобным или может быть вот такими специально специализированными плагинами пользуетесь как brainworks например в общем жду ваших комментариев ставьте лайк видео если вам понравилось подписывайтесь обязательно канал logic pro help если это еще не сделали включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео которые здесь выходят каждое воскресенье по лоджику плагином разным и так далее ну а с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео